А, понял. Ну, а первый, второй. Последний раз, смотри. Да? Так а он у тебя оба синенькие. Это что, зелененький? Что-то у меня... Он синенький. Так это в очках просто твоих он синенький. Да, зелененький. Ну, все уже вроде. Давай, ждем. Сегодня наш 16-й, да? Угу. Так, они не выключены звук, все в прямом эфире идет. Да-то что, да? Интересно. Так, а что выключить? Вот галочку поставь. Вот это? Да. Так, все, добрый вечер. Да, идет запись. Запись не выключим. А, да. Так, все, пошли. Так, добрый вечер. Сегодня у нас воскресенье, 16 сентября. Сегодня мой гость, Алексей Горяйнов. Здравствуйте. Он, кто смотрел чат, ой, извините, кто смотрел анонс, уже, наверное, знает, что Алексей у нас журналист, писатель и еще куча всего. Ну, наверное, ты немножко о себе расскажешь для начала. Ну, я закончил в свое время институт культуры, потом литературный институт, много путешествовал, на основании этого писал книги какие-то. Ну, как вообще начались твои путешествия? Все-таки у нас передача о путешествиях, мы немножко поговорим о твоих книжках и, так сказать, стадиях работы как журналист, а сейчас расскажи, как ты начал путешествовать. Я знаю, что ты, там, автостопом какое-то время путешествовал, да? Началось все еще раньше, значит, я в 76-м году поступил в Гелоградежный техникум, который закончил в 79-м году, и вот с 76-го по 79-й каждое лето был на практике где-то по России, по Советскому Союзу тогда, начиная от Камчатки, значит, вернее, начиная с западной границы, кончая Камчаткой. Был и в Альминском заповеднике на Урале работал, и в Забайкалье на Златоносых Присках, вот, но большую часть времени работал, как-то я там попал в Институт своих благородных металлов и работал в отделе алмазов, и по старым потухшим вулканам много работал в Забайкале, значит, на Камчатке, вот. Ну, интересное было время, и как раз путешествия с этого начались. Ну, как бы уже, наверное, выбор такой специальности, профессии подразумевает, что ты с детства любил путешествовать, да, или хотел путешествовать. Да, и вот как-то, когда я там посмотрел на природу севера, там, и восток, восточную природу, тайга и горы там красивые, то есть, мне тогда захотелось еще больше увидеть Россию, и, естественно, потом уже захотелось куда-то за границу, но в то время очень было трудно попасть за границу. — Да, это была проблема. — Да, но, значит, мне удалось, будучи в Институте физкультуры, я попал на практику в Карлов университет, значит, в Праге, и там больше месяца провел. Ну, у меня там, значит, нашу группу, там, 10 человек, значит, по обмену опыта мы были там, значит, присутствовали на лекциях, в том числе ездили на всякие их базы, там, смотрели, значит, спортивные всякие, значит, сооружения. Ну, и тогда там такие известные хоккеисты чешские нас встречали, значит, недоманские там, частно, по-моему, черно там учились, вот в Карлов университете так общались мы с интересными людьми, и в то же время там где-то сплавлялись на каких-то, значит, байдарках по рекам, значит, жили в каких-то там замках, у них база была в маленьком замке. Ну, очень красиво все было, там на велосипедах катались, но это 83-й год, для того времени это было очень круто. — Ну, а потом вроде ты автостопом по ГДР, да, проехал? — Да, я в ГДР был раза два, вот, до этого, а потом в 90-м году, значит, объединение Германии было, а я был в Греции, познакомился с немцем, с одним в кабаке, и он мне дал приглашение, я, значит, приглашение должно было закончиться как раз вот на Новый год, когда объединилась Германия, и я не смог тогда денег обменять, там надо было что-то три месяца в банке стоять, вот, а я решил поехать без денег туда, но я купил билет, значит, Гресс стоил 100 рублей, туда и обратно. Думаю, ну, доеду, я посмотрю хоть Западный Берлин, потому что я в ГДР-то был до этого два раза, вот, но когда приехал, значит, в Западный Берлин, там фейерверки были, для того времени я там испугался, думаю, война идет, вот, все стреляют кругом, значит, я потом вышел, думаю, ну, я слышал, читал в Московском самолете, потому что уже путешествует автостопом, и там подошел к первому попавшемуся, значит, вышедшему из машины, там, человек, который покупал газету, я говорю, подбросите мне туда, он на меня посмотрел такими глазами, я понял, что надо что-то другое делать, тогда я, значит, пошел, ориентируясь на автобусные остановки, на которых висели схемы, значит, районных, значит, движений автобусов, и вышел, значит, на автобан, но он горожен был забором, вот, я долго не мог попасть через этот забор, потому что дырки не мог найти, потом в итоге, значит, я вышел, написал табличку на картонке карандашом, значит, что мне нужно ехать, а, я хотел, почему, я решил путешествовать как, потому что у меня брат работал личным поваром послать Терехова в этом, в Бонне, вот, и я решил доехать до него туда, вот, но, значит, там меня сразу полиция отловила, говорят, что не ходи по этой скоростной трассе, иди, там вот есть велосипедная дорожка в лесу, значит, я пошел по велосипедной дорожке, у меня еще была сумка сборной СССР, написанная на ней, а я вышел, значит, на поляну, на которой, значит, стояли вышки с, значит, часовыми, и написана была охрана западного Берлина американскими войсками, но я эту, естественно, сумку перевернул в другой страны, чтобы не видно было СССР, вот, но, тем не менее, полиция опять, значит, подъехала, и говорят, ты куда идешь, там, ночью посадили меня в эту машину, я думаю, ну, все, меня везут в культуру. ГДРовская, да, полиция? Ну, она уже объединенная была, как бы, это уже я шел по западной территории, вот, и они, значит, меня куда-то везут, я думал, ну, что, меня в тюрьму, наверное, везут, в общем, но я им сказал, что я путешественник, вот, я, типа, хочу добраться туда-то, туда-то, к брату там, который работает там-то, в общем, в итоге они меня привезли на бензаправку, говорят, вот, видишь, там пять человек голосуют, это вот автостопчики. Такие же, да? Да, надо тебе с ними подружиться там, в общем, а я сказал, значит, там немцы. А, поразговаривали по-русски или по-немецки? По-английски, да, эти вот ребята, которые голосовали, они узнали, что я русский, они говорят, о, хорошо, Горбачев, объединение Германии, мы теперь счастливы, там, и давай мы тебя, в общем, они меня первого посадили без очереди, я доехал до Магдеборга, значит, там, мне подсказали, что вот можно опять подойти к кому-то, там, поговорить на бензаколонке, в общем, я потом доехал до Дормунта, от Дормунта, в Дормунте меня двое ребят, которые ехали на такой крутой тачке, значит, они, значит, обрадовались, что я русский, сказали, что, значит, мы сейчас много денег зарабатываем, работаем, значит, в Западной Германии, вот, и поэтому мы тебя вообще там, ну, короче, они там, ну, видимо, просто я как бы тоже так с ними очень душевно разговаривал, вот, и они ехали во Францию, они говорят, мы тебя добросим до Кёльна, там доберешься, в итоге, значит, пока мы ехали, значит, они меня там отвезли кофе пить куда-то, все уговаривали в ресторан, я говорю, да не надо мне, ребят, не только добраться-то, быстрее бы, вот, в итоге, короче, они меня привезли в Кёльне, из Кёльна, они говорят, ну, тут 30 километров, мы тебя до Бонна довезем, а оказалось не в Бонне, а в пригороде, Бат-Гудебергах, еще 15 километров, они меня туда отвезли, значит, а посольство, оно, типа, как Белый дом, огромное здание с промырными колоннами, там, с зеленой лужайкой, находится за забором, вот, и, в общем, я ночью там, они меня оставили, я не знаю, что-то, как Валеру искать своего брата, значит, ну, хорошо, там подъехала посольская машина, значит, и Валера там японцев, значит, угощал там, ну, сервировал там, значит, стол, вот, для японцев, японская делегация, ну, в общем, короче, я у Валера потом жил, там, две недели, но мне изобилие это все там надоело посольское, вот, а он договорился с послом, что вот приехал мой брат, тогда уже демократия была, поэтому можно было там, как бы так вот, я его послал на Виле прям жил там, но только в домике обслуги, вот, где жил Валера и там хаусмастер, вот, ну, в общем, я говорю, я поеду, пойду дальше путешествовать, а я, значит, был знаком с немцем, его прислали по обмену, значит, через газету «Известия», он работал, называлось там «Стольер из Мюнхена», вот, я его знал адрес, и, в общем, так был с ним немножко знаком, в общем, я решил перейти Рейн, значит, вот, и через горы там, значит, выйти на трассу, которая до Мюнхена идет, ну, и, в общем, я там через эти горы там со всякими приключениями перешел, где там, в одном месте меня там тренер сборной Германии по волейболу подвез на крутой машине, и он сказал, что теперь ты доберешься, вон там внизу дорога, говорит, я там сел к какому-то поляку, зубному врачу, который там тоже в Германии счастливо работал, там много денег зарабатывал, он говорит, я говорю, а что, до Мюнхена, говорю, там километров 800, он говорит, да вопросов нет, поехали, ты, ну, как бы, русский хорошо, там, в общем, и так далее. Ну, в 90-е годы вообще был кайф путешествовать, потому что была такая эйфория по поводу наших, и везде сажали, везде улыбались, вот, это уже вот после 95-го там сложнее стало, а вот в это время уже, когда такое некое охлаждение было к русским, не путешествовал автостопом? Я сам подвозил, я когда в Италию поехал на своей машине, у меня там в Италии друг художника работал очень долго, 10 лет, вот, и мы сначала собирались поехать на яхтах, но потом с яхтами не получилось, вот, и поехали на моей машине, и работали в Весте, это там, где самая конечность шпора, сапога, город Веста есть, там у нас жила знакомая миллионерша, точнее у него, вот, да. Я там, мы, значит, Андрей рисовал ее дочерей и гостей всяких там знаменитостей, а я, значит, типа у них как водитель был, вот, возил их на работу в город, потому что основной заработок был в городе рисовать портреты, он еще один был парень-художник, вот, а жили мы на Вилле, то есть он днем рисовал портреты дочерей и знаменитостей, а вечером, значит, на площади их отвозил, и там рисовали уже, они зарабатывали деньги на себя уже, чисто вот, вот, и, ну, и мне надоело, эта жизнь там тоже целый месяц, это вот такая вот, конечно, она интересная, то есть я там был свободен, я отвезу их, еду там заниматься подводной охотой куда-нибудь, там в заповедник, машину где-нибудь в горах оставлю, там спускаюсь, там по горным тропам, все это хорошо, но потом, в общем, я поехал в Рим и в Неаполь на машине, вот, и по дороге двух поляточек, значит, посадил, они путешествовали, я их привез в Рим, значит, там они такие довольны были, вот, ну, в общем, вот так вот. Ну, интересно, а уже когда ты был, так сказать, по другую сторону баррикад, то есть как подвозящие какие-то нюансы, эмоции были? Я вспомнил, как я, как мне помогали, и мне вот захотелось тоже как бы быть, и плюс ко всему... Очень символично, что ты отдал. Как бы отдал. Да, я как бы отдал, вот, не то, что даже, и то, и еще то, что приятно мне просто, что девчонки красивые, то есть едут со мной там разговаривают, в общем, такие разговоры, ну, цивильные, потому что две студентки, по-моему, были из... из Кракова, по-моему, они были, вот. И, так сказать, ну, и то, что я действительно вспомнил. Красивые были. Да, и то, что я вспомнил, действительно, что вот ко мне относились хорошо, значит, надо так же тоже отдать. Должно. Вот это вот тоже запомните, потому что действительно как тебе, так и ты, и наоборот. Ну, а как, когда ты начал писать? Писать я начал давно, еще писал в «Юный натуралист» всякие рассказики, потом... Ну, как-то я вот увлекался с детства рыбалкой, и подумал, что сначала вот надо как-то на рыболовной теме продвинуться в литературе, а потом уже пробовать другое, вот. Потому что, как бы, я себя не считал каким-то выдающимся человеком обычным, и учился я не так уж хорошо в школе. И всегда у меня по сочинениям там было плохо. Может быть, как раз это меня и заставило добиваться чего-то такого уже после окончания школы, потому что у меня всегда как-то учительница литературы была такая требовательная, она меня так как бы всегда выставляла, что я очень плохо пишу там, и, в общем, я решил доказать, что я смогу написать что-то такое. Ну, в общем, короче, значит, писал в рыболовные всякие журналы, там, начиная с журнала «Рыболов», это еще раньше, вот, до 90-х годов. Потом уже, значит, в более таких журналах глянцевых, рыболовных, туристических стал печататься, вот. А потом закончил литературный институт в 2001 году и уже стал писать и прозу, у меня два романа сейчас вышли в серии «Военные приключения», вот, и сборник всяких рассказов, повестей. Ну, ты какие-то книжки свои принес, покажи, пожалуйста. Да, вот я написал в свое время «Горный лыжный сноуборд», это учебная... Укладная такая. Да, учебная пособия, и там есть туристическая информация по разным странам, где... Она сейчас продается? Да, уже третье или четвертое издание, оно продается в магазинах, только в другой обложке, твердой, там, в мягкой сейчас она, точно такая же книжка. Ну, кто увлекается, вот, рекомендую. Да, значит, вот написал «Морская рыбалка в России за рубежом», тут тоже, значит, информация по рыбной ловле на морях и океанах, плюс, значит, информация по опасным животным, моллюскам и другим там, которые могут встречаться в море, которые, кстати, и в наших морях есть, и можно с ними столкнуться, вот, и там та же информация есть туристическая по рыбной ловле, вот, а это уже специальные такие, значит, книжки по рыбалке. Современные рыболовные снасти. Да. А вот... А эта серия была, вот, маленьких брошюрок, 10 штук вышло, по разным видам ловли. Ловля рыбы кружками и жерлицем. Кстати, что такое жерлица? А это такие, такая снасть с живцом ставится, с живой рыбкой, на которую клюет хищник. Ловля в проводку. Ловля в проводку, это на удочку, с поплавком, а снастка плывет по течению, и рыба ее хватает. Английская донка. Английская донка, это, ну... Как название? Да, с кормушками, без кормушек, дальний заброс. Бортовыми снастями. Да. Или снастями, как правильно. Снастями, да. Ну, это я просто часть книг принес, у меня больше 20 книг по разным направлениям, но больше всего-то я рыбалкой как бы... Слушай, ну вот человек, который обычно, как говорят, сапожник без сапог, ты сам-то ловишь рыбу? Получается? Да, иначе не напишешь просто, потому что... Для центральных журналов, таких как там «Рыбачий с нами», «Рыбалка на Руси» и другие издания, там нужно писать только современную новую информацию, просто другой не напечатают. Поэтому приходится экспериментировать, читать много иностранной литературы, потом это все на практике осуществлять, и уже тогда... Ну, у меня было не так много экспириенсов, связанных с рыбалкой. Ну, вот я помню, когда я жил в Америке, меня тоже там один миллионер из Майами пригласил на свою яхту, где я так а-ля Хеменгуэя ловил рыбу, марлина, тунца, там вот, знаешь, когда удочки там на корме, и вот ты плывешь там вот так как... тоже с наживкой. Да, это троллинг. Троллинг, ну вот название, да, было такое. Ну и больше было как бы вот самого кайфа вот от этой картинки, что ли. Ну да, у вас ассоциация с Хеменгуэевскими вот этими книгами. Да, и вот, ну, мне очень понравилось, хотя лично я там как рыболов себя не проявил, но вот сама эта картинка была очень классная. А у тебя, по-моему, есть даже вот книжка про морскую именно ловлю. Чем отличается вообще ловля, так сказать, в пресноводных водоемах и на море? Сильно отличается, потому что на реках и озерах рыба более концентрированно держится, то есть не такой большой объем воды, а на море все-таки оно большое, и косяк его найти очень сложно, и здесь нужно знать пути миграции рыбы, потому что на море рыбы преимущество косяковое. Не, ну ты же все равно удочкой, я так понимаю, там ловишь, да, или... Там или удочка, или троллингом, вот если арендуешь где-то катер в каком-то порту там в Италии, допустим, или в других странах, вот там есть такие услуги в любом порту, то есть можно договориться там, если там команда три-четыре-пять человек у вас приехал там, вы можете найти лодку такую и там снять ее, и шкипер, у которого там, или капитан там, который там может иметь помощника там, или сам выводить, если лодочка маленькая, у него есть все снасти, то есть вам только попросите, он вас сам в курс дела введет, научит ловить рыбу. Но если, конечно, специалисты, то там уже посерьезнее готовятся, потому что те, кто, значит, полюбил морскую ловлю, многие уже охотятся за большой, за крупной рыбой, но это надо очень много времени тратить, потому что, чтобы, допустим, поймать там сто или двести килограммового тунца или меч-рыбу, там, для этого нужно очень долго ее находить, специальные холоты использовать, знать пути миграции, когда она, вот допустим, в Адриатическом море акулы, они там весной в северной части, значит, Адриатического моря, потом они переходят ближе туда, значит, поюжнее, поюжнее уже передвигаются, то есть постоянно миграция происходит у пилогических рыб, которые... То есть ей надо долго, так сказать, плавать в акватории, чтобы что-то найти, да? Да, то есть если будешь искать ее осенью в северной части Адриатического моря, то шансов нет, что ты найдешь эту акулу, допустим, потому что многие любители лезь охотятся, ловят, значит, голубых акул, крупные очень, вот, там акулы молотые еще добывают, ну, вот, и тунцы, они тоже имеют пути миграции, в одно время они в одной части пересекают море, в другое время в другой части, они, рыбы, вот эти вот крупные, они передвигаются в зависимости от питания, то есть от косяков рыб мелких, а мелкие косяки, они тоже, они же размножаются, когда они мальки, они в одном месте держатся, когда они подрастают, они в другое место передвигаются. А скажи, пожалуйста, вот, в принципе, рыбная ловля, это, как бы, увлечение, там, фанатик, человек своего, там, вот, дела, там, бывает, но бывает фанатик рыбной ловли, я знаю, там, людей, которые, кроме рыбной ловли, они ничего не хотят, им это хватает, этого, мне, как бы, вот, там сидеть с удочкой, там, весь день, особенно, там, пресноводным каком-то водоеме, кажется, не очень правильное времяпровождение, вот, ты, как специалист, что-то можешь сказать по этому поводу? Ну, для меня рыбалка, это часть путешествий, потому что... То есть ты всегда, если едешь куда-то, ты там обязательно рыбную ловлю какую-то себе устраиваешь, да? Ну, сейчас я стараюсь брать, да, потому что мне нужна всегда информация для публикации, вот, и... Ну, это уже профессиональный... Это уже моя профессиональная, да, но мои друзья многие, как бы, это как, как сказать, вот, как в экспедицию, ездишь и имеешь какую-то задачу там, да? Ну, сейчас экспедиция там, это практически не так просто попасть, да, вот, там, с целью поймать крупного там тайменя, то есть ребята вот ездят, организовывают экспедицию там, допустим, на реке Сибири, с целью поймать вот обязательно там крупного тайменя, вот, они, значит, поставили себе задачу, они ее выполнили. Если просто так поехать, путешествовать на лодке, ну, какая цель, да? Ну, в общем-то, просто там посмотреть природу, тоже, в общем-то, цель, но она такая, размытая, да, а здесь вот конкретная цель, вот. То есть это просто одна из целей, которая всегда будет в какой-то части востребована, путешественник. Да, и плюс она дает вдохновение, то есть вот от городской такой вот суеты, там, на природе расслабляешься, вот. И плюс ко всему еще, конечно, подспорь, если, допустим, я еду куда-то в Подмосковье рыбу ловить, я знаю, что там я привезу пару-тройку щек там, вот, причем много ловить нельзя, как сказал Макареич, надо поймать столько рыбы, чтобы ее съесть. Как бы тут это идет уже у нас, видимо, древний инстинкт. Вот охота и рыбалка, это же самое древнее, как бы, вот, занятие человечества, да? Не, ну, это когда, действительно, это вот для еды конкретно не хватало еды, а когда вот ради, так сказать, удовольствия там убить зверя. Это неправильно, да. То есть просто съездить, поймать рыбу, потом ее, чтобы она пропала, это от этого вот, у меня было там пару раз, я попадал в Астрахань, ну, в компанию рыболового, где там вот рыбу ловили столько, что она потом пропадала, у меня какой-то вот, какой неприятный осадок оставался, потому что зачем мы вот ее поймали, чтобы она пропала, эта рыба, надо ее, значит, было что-то с ней сделать. Если даже мы много поймали, значит, надо было ее засолить, там, раздать или там самим что-то сделать, да. Ну, мне вот в этом плане очень понравилась рыбная ловля в Южной Корее, хотя я думаю, что это и в Европе это сейчас очень принято, когда вот в таких частных водоемах люди садятся на берегу, им там выдают снасти, если у них нет, то их сажают в такое кресло а-ля там типа того, что там директорское какое-то, с кучей различных положений спинки и так, чтобы было наиболее удобно. Рыбы много, они начинают ее ловить, лов всегда, клев всегда есть, вот. Они когда начинают вытаскивать, смотрят, что многих уже их не раз ловили-то. Ну, неважно, это как базар-то не снижает, а потом, когда уже вроде как обычно у нас там эта рыба нужна на уху там или куда-то, приходит хозяин и вежливо говорит, извините, вот этот улов, значит, сейчас пойдет специальный раствор, чтобы зажили ранки, которые вы нанесли, значит, вот крючками там и руками вашими грязными, а потом она вот, когда заживут эти ранки, их опять вот выпустят в этот водоем для следующих вот таких вот азартных рыболов. Ну, по-моему, это правильно, нет? Да, в общем-то... То есть, как бы охотничий инстинкт такой удовлетворился рыболовный, и в то же время осталась жива рыба, а если нужна действительно рыба для ловли, но только там, там же есть ресторан, где вам там нормально... Да, сейчас на Западе большинство рыболов ловит так, да, поймал, отпустил, вот, и там, если уж надо там трофей для еды, они одну рыбку берут, там, допустим, и хватает одной рыбки, чтобы просто как бы... Не, ну, если нормальная такая большая рыба, она уже хватает её на обед. Да. То есть, это приветствуется. Да. В среде прогрессивных рыболов, да? Скажи, пожалуйста, а почему именно вот рыбная ловля? Потому что это была такая незанятая ниша, или вот просто это совпало с интересами собственными? Ну, вот я сказал уже, что я... Ты же был, как бы, я так понимаю, раз ты в физкультурном институте, ты мог бы писать о спортсменах, тем более, что сам, я так понимаю, спортом занимался. Это же тоже была востребованная тема. Почему именно рыбалка? Ну, рыбалка, это как бы игра такая, она вот имеет ещё такое название, древняя игра. А мне всегда нравились какие-то игровые моменты. Играть, писать... То есть, я занимался лёгкой атлетикой, как бы там, это не игровой вид спорта, поэтому как-то мне, ну, такого что-то я выдающегося там не достиг, поэтому как-то об этом я не хотел писать. Не, ну, технологии, как правильно тренироваться, как действительно достичь какого-то успеха. Но об этом пишут мастера, вот, о технологии, так сказать, вот. Если, допустим, я писал про горный лыжный сноуборд, я там что-то такого достиг, да? Но я достиг как... Ты давно катаешься? Да, очень много ездил, как бы, по вот горнолыжным курортам, и у меня... Не, ну, мы-то об этом поговорим, о горных лыжах, ты мне вот сейчас, как бы, на вопрос ответишь. То есть, ты считал, что это всё-таки, эту тему ты не раскроешь, да? Да, я очень любил рыбалку, с детства занимался ей, там, с пяти лет, и начал писать, значит, в Юн натурализм про животных и про рыбу, там, значит. И так она у меня и пошла, эту тему, вот, и, как бы, сейчас уже, там, перешёл на такие статьи, значит, практически. Ну, интересно, а вот горный лыжик, как туда пришёл? Плюс ещё, я хочу сказать, что просто заработок мне даёт нормальная рыбалка, то есть, в рыболовной теме платить нормально, а, так сказать, по спортивным, по другим делам, там, физкультуру и спорт, допустим, издательство, оно не очень платит. А, понятно, ещё материальные. Да, да, да. Ну, это немаловажно. То есть, я же свободный художник, мне где-то деньги надо брать, поэтому... Ну, а вот как ты, ты сам на, ну, на горных лыжах, я понимаю, катаешься, а вот сноуборд? Сноуборд я катался, я один из первых сноубордистов был, я даже, значит, когда поехал первый раз в Белорецк, да, на соревнования, по-моему, в 92-м году, что ли, или в 91-м, вот, там был Кубок России по горным лыжам, и они увидели меня, значит, на сноуборде, ходили, рассматривали, так, что-то такое, что вообще там в Сибири этого ещё не было. И прибежал человек, значит, из Крывеческого музея, говорит, мы тебя запишем, как первого сноубордиста, значит, на этой горе. Поэтому, как бы, вот сноуборд я знаю просто давно, то есть, мы ещё там самодельные доски делали, когда не было в магазинах досок вообще, то есть, мы там делали крепления сами, вот. Слушай, а скажи, вот всё-таки отличия, так сказать, я сейчас всё время дочке пытаюсь, она хочет всё перейти, она занимается горными лыжами. На сноуборд, ну, как бы, более модно среди её поколения, вот. И, да, я говорю, ну, что ты, вот, горные лыжи, там, смотри, такая тусовка более благородная, там, народ такой солидный. Во-первых, там, на горных лыжах кто катается, он никогда не пьёт, там, ничего, то есть, там это... А вот смотришь на этих сноубордистов, они там или под кайфом все, или вот с пивом-то точно, да. То есть, сама манера, как бы, катания... На руки свободные, палок нестая, поэтому можно ещё две банки пива взять. Вот, то есть, вот что ты, как профессионал в этой области можешь сказать, как вот её от этого отвлечь, и сказать, всё-таки, я считаю, что надо лучше заточенной быть на горные лыжи, или я не прав? Дело в том, что это, наверное, ещё дань моды, наверное, скорее всего, потому что, ну, здесь... Связано ноги, там, если что, там, как бы, в позвоночниках проблем больше будет, потому что... Ну, вообще, на сноуборде больше возможностей, потому что, если на горных лыжах нужна техника для того, чтобы двигаться по целине, по нехоженным трассам, то сноуборду можно пройти по любым там маленьким ёлочкам, по верхушкам там, если они в снегу. Нет, ну, как сноуборд, собственно, он и задуман был, что именно по девственному снегу катать. На лыжах так не покатаешься. Да. Ну, когда они вот все, там, мешаются на нормальных укатанных трассах, так сказать, и даже не то, что мешают, они просто там сидят, там, лежат. Да, ну, нормальные сноубордисты команды, они, допустим, бордер-кросс, там, они вот уходят с рюкзаками, там, вот у них это в этом интерес, чтобы вот где-то по каким-то новым трассам пройти, или хелиусский, там, значит, вертолёты где-то там спуститься с вершины, там, команды, вот, это как бы вот для молодёжи больше, потому что ухоженный склон, это больше для стариков уже, как бы, когда ты не хочешь, там, рисковать лишний раз, там, правильно? А молодёжи ей нужен риск, поэтому это им более интересно. Саев просто прокатиться, можно с большей скоростью прокатиться, на чёрной трассе. Да, от этого ещё идёт дань моды, потому что уже, как бы, вот, есть такой адреналин, и он, и вот, и все, даже кто, кто катается на ухоженных склонах, всё равно он уже, значит, тоже сноуборд, и поэтому, как бы, я думаю, что здесь по многому дань моды тоже. То есть, выбирать всё равно, только что мода, ты мне не ответил на вопрос. Я считаю, что нормально, нет, может, она сноубордом заниматься, и просто горные лыжи более сложная техника катания. Потом, да, в горных лыжах ты с каждым годом наращиваешь как бы класс. Да, а здесь всё, встал, и, в общем-то, особого прогресса нет никакого. Ты научился кататься на сноуборде, и всё, дальше ты так можешь по, так сказать... Трассы. Да, прыгать с обрывов там каких-то, да, вот это есть, там, но это уже, как бы, техники-то нет, просто, как бы, ты уже научился, нет, ну, там можно, конечно, заниматься акробатическими элементами всякими. Ну, это уже, да. Но это уже, как бы, не каждому дано, да. Ну, я помню, вот, я поехал в Турцию кататься, первый раз тоже, я не знал, что там можно кататься на горных лыжах, в Розарум, и помню, как там парень притащил и лыжи, и доску, и на лыжах он так как-то, он такой рисковый был, но техник у него никакой, а потом он сдал, а даже он туда приехал с лыжами, а там встал на доску, просто взял, попробовал в прокате. И вот было видно, что это его, он как бы сразу почувствовал её и полез сразу на такие вершины, и ему вот, он говорит, всё, я продаю лыжи, то есть, всё-таки, видимо, есть какой-то вот предрасположенность к чему-то одному или нет. Вот на его примере могу сказать, что да, лыжи у него были, он никогда бы ничего там особого не достиг, а тут вот как будто это его. Да, видимо, наверное, каждому своё, вот, но многие вот из моих знакомых, допустим, они катались сначала на горных лыжах, потом, значит, от этого тема пошла новая сноуборд, покатались, значит, года два, три, четыре, пять, кто по-разному, и потом снова на горные лыжи перешли. И говорят, что сноуборд уже не интересен. Ну, как правило, конечно, у меня... Ну, освоили, да. Да, у меня друзья уже, конечно, в возрасте, там, начиная там от 36, там, и кончая там 50 лет, там, и старше, поэтому, как бы, может быть, уже действительно... А молодёжь, может быть, она и будет прогрессировать, она вот будет ездить там по новым, значит, каким-то целинным горам, там, и так далее, неизвестным, диким местам, и каждый раз открывать новые свои высоты там, правильно? Ну, уже, как бы, несовершенствуясь не в технике, а в умении преодолевать рискованные какие-то моменты, там. Ну, ладно, горные лыжи, я думаю, мы ещё поговорим, когда ближе к сезону, а вернёмся к путешествиям. Ты можешь как-то вот охарактеризовать, что для тебя путешествие, то есть ты вот, почему ты начал путешествовать, зачем тебе это надо было? Ты как-то осмысливал это для себя? Да, путешествия дают возможность идти легко к какой-то цели, то есть с интересом идти легко к какой-то цели. То есть если, допустим, я ставлю цель в литературе, то я иду к этому с большим трудом, то есть с большим, так сказать, затратом энергии сидя там, иногда, когда какую-нибудь книжку на заказ пишешь, там, по шестнадцать часов сидишь, и это, в общем, не всегда удовольствие доставляет. Ну, работа. Работа такая тяжёлая. Уезжаешь куда-то за границу, ставишь задачи, значит, переехать из Испании куда-нибудь в Португалию, значит, добраться до знакомых, потом дальше ещё куда-то там, с кем-то там, куда-то на яхте уплыть, тут же знакомых каких-то там ещё находишь там, ну, может быть, заранее там маршрут разрабатываешь, вот, то есть просто удовольствие получаешь. Во-первых, ты общаешься с разными людьми, как правило, люди нормальные за границей, они с ними интересно общаться, они все эрудированные, они интеллигентные, ну, с ними приятно общаться просто, вот, и поэтому и наблюдаешь, там, очень много японцев, там, допустим, вот я приезжал к другу на север Испании, потом оттуда поехал к знакомым спортсменам, они работают тренерами в Португалии, вот. Видел, что очень много японцев передвигается тоже, вот, путешествуют самостоятельно, там парочка ехала в автобусе, значит, они там, я поговорил с ними, они ехали, значит, по Испании, там, по городам путешествовали, там в гостинице становится, там в гостинице, вот, японцы всё время занимаются спортом на остановках, там, если все остальные, там, стоят, курят, там, эти, значит, занимаются спортом, весёлые, то есть, наблюдаешь за разным народом, вот, потом... Ну, это очень правильно. Неожиданные встречи какие-то, я приехал, допустим, в Лиссабон, значит, и пошёл гулять в порт, там, пофотографировать рыбу, значит, встретил там катамаран, который, значит, ребята из Питера пришли, они путешествовали, значит, у них программа на 10 лет, несколько семейных пар, значит, жизнь на воде, жизнь и размножение в воде, то есть, на 10 лет они ушли, значит, семейными парами, собираются, значит, отожать детей там на воде, на этом катамаране, на огромном, которым, значит, там, реклама... Они там размножались? Ну, когда я был, значит, они там ещё, по-моему, не успели размножиться, они месяца три только путешествовали, они зашли в Англию... Задача была такая, да? Да, они зашли в Англию, значит, вначале из Питера, значит, у них сломался там мотор, и они, значит, что-то там стояли месяца-два, искали спонсора, чтобы мотор этот новый поставить туда, потому что мотор так сломался, что невозможно было починить. Нашли какого-то там, значит, английского миллионера, который им дал там денег, не помню сколько там, ну, в общем, около, значит, ну, 1300 долларов, наверное, кто-то им что-то, значит, короче, они сделали опять мотор и пошли, значит, дальше из Лиссабона, они должны были идти вдоль западного берега Африки, обогнуть Африку и пойти, значит, туда уже в Азию, вокруг Азии, они должны были потом где-то там дальше, в общем, видимо, в Астралию, но какой-то у них маршрут такой был очень сложный, на 10 лет рассчитан, но они, конечно, здорово, зарабатывали тем, что играли, значит, у них ансамбль какой-то был, они выступали в портах, останавливались там, договаривались с консульствами, значит, о том, что можно ли работать там, значит, им бесплатная стоянка везде была, поскольку уже, ну, или они там по пути договаривались, или они заранее договаривались, у них там оборудование-то хорошее было, то есть такой современный катамаран с хорошими каютами, вот, большой, ну, в общем, я говорю, что неожиданные встречи такие, и я с ними прошелся на этом катамаранчике, там вдоль побережья Португалии, то есть вот неожиданно такие получаются моменты, приехал к другу, значит, на Каприя к художнику, который, кстати, в пещере жил там, когда первый раз приехал, да, интересный момент, вот, я сейчас просто окончил, он мне говорит, хочешь, вот, и парень из Голландии приехал, значит, на яхте миллионер, ему нужен попутчик, чтобы пойти, вот, значит, он в Монте-Карло идет, поедешь с ним, я говорю, ну, я только приехал, поэтому говорю, куда мне тут это самое, вот, и... Такой шанс упустил. Ну, там, да, не получилось там, в общем. А Андрей, в общем, интересный мой товарищ, он работал лет десять, причем жил за границей нелегально, потому что обычно брал визу туристическую, приезжал туда и там зависал, а там обычно особо так не проверяют, ну, работает художник на улице, в общем, не спрашивают документы, как-то к нему привыкают, он и работает, и работает там. Вот, у него началось с того, что к ним подошел на Арбате, когда он рисовал на Арбате, значит, подошел человек из Одессы и сказал, что вот у меня есть две яхты, мы идем на Олимпиаду в Барселону, но нам нужно, чтобы оплачивать стоянки в разных странах, художники, мне нужна команда художников, которые бы там в портах рисовали и оплачивали нам стоянки, потому что стоянка яхты стоит дорого, там, от 50 до 100, 150 евро, вот, ну, тогда еще было все, не было евро, но, в общем, короче, он, значит, набрал такую команду, и они пошли, значит, сначала в Турцию зашли, там, порисовали в Стамбуле, потом, значит, в Греции, и... Уж какая хорошая идея. Да, но заработки очень были небольшие, потому что в Турции мало платили, что-то там, ну, 5-10 долларов за портрет, а платить надо было много, и они думали, что, значит, художники их обманывают, и поэтому начался там бунт на корабле, а еще матросы шли, какие-то афганцы с ними, и, значит, начался там, типа, доходил до бордобоя, команда, значит, матросов, команда художников там что-то уже драться начинали, и пока дошли они, значит, до Италии, до Капри, у Андрея до того уже там, он был старший среди художников, он говорит, я уже там раздирался, потому что идти от меня требуют, как будто я виноват, а эти художники, значит, мне денег не дают, в общем, короче, у них там такой получился момент, и он говорит, я уже до того дошел, что я уже приготовил две канистры с бензином, хотел облить эти яхты, значит, и поджечь их, потому что уже до того уже просто не понятно, куда было деваться. В итоге, короче, все. Такая хорошая идея. Да, и мирно у них все закончилось, они, в общем, разошлись, но Андрей остался на Капри, все ушли, значит, кто-то из художников, значит, на поезде уехал, эти вот, часть матросов, значит, они так не пошли на Олимпиаду, вот, а эти вернулись матросы, значит, а ребята, значит, Андрей, еще один там, его... Извини, что я тебя прибыл, до меня сейчас только дошло, как могут быть афганцы, которые никогда не видели море, быть матросами. Я не знаю, но там какие-то были у них крутые... Террористы были. Крутые военные ребята, да, матросами, с которыми, значит, вот... Только не услышишь. Да, и Андрей, значит, остался на этом острове, а жить-то там, как бы, где ему жить, потому что Капри, это элитный остров, там гостиница стоит, 200-300 евро вот сейчас стоит, самая дешевая гостиница. Он нашел там пещеру, значит, около порта Марина Гранда, где яхты швартуются самых миллионеров. Значит, в этой пещерке, значит, он нашел там вверху полочки какие-то, значит, куда там прятал спальные мешки, спальный мешок и свои какие-то прибамбасы, и уходил днем рисовать туда, на пьедце фуникулера, поднимался на фуникулере. А, значит, пользовался услугами в порту, то есть там есть туалет, есть там душ, там ездить, зубы почистить, там умыться. Вот, поэтому ему было очень, так сказать, он жил в пещере, значит, ходил пользоваться услугами бесплатными в порт, это рядом прям за забором, вот, и, значит, поднимался и рисовал на площади, там, где все ювелирные магазины, где тусуются все звезды, и однажды, значит, проходила женщина с мальчиком, и говорит, вот, нарисуй мальчика, вот, Андрей стал рисовать, оказалось, что миллионер, это жена миллионера Трампа, вот, это Ивана Трамп, да, проходил, да, потом проходил, значит, проходил Муцухели, ее, значит, другой вот муж, с которым она потом, с которым она замуж ушла. А он ей подарил, значит, то ли на день рождения, то ли в честь свадьбы, я уже не помню нюансов, корабль. Они его в Сорентос остыбили и взяли, приехали на барку, в смысле, на Капри, значит, ну, с друзьями там его обмыть, вот, и он говорит, что ты, говорит, на улице рисуешь, ты, говорит, вообще там, пусть на корабль идет и рисует, а Андрей говорит, я не пойду, у меня очередь 10 человек, мне надо портрет, у меня тут я больше заработаю. Он говорит, я тебе обещаю... Ну, это как анекдот, у меня утренники, да. Он говорит, я тебе обещаю, что у тебя там будет 10 человек. Мы сейчас идем, значит, это, по-моему, то ли в Ницце, или в Монте-Карлане шли, говорит, и пока, говорит, будем идти, ты вот там 10 портретов себе нарисуешь, обратно я тебя отправлю, говорит, на поезде. Как хорошо быть художником. Ну, да. И вот Андрей, значит, с ними познакомился, и через них вышел там уже на других звезд, там, Сабрина Феррелли, значит, итальянская кинотеатральная звезда, вообще секс-имвол Италии, она считается. Вот. Я, кстати, в этом году, значит, видел объявление афиши в Милане, значит, когда катался на Горных Рылыжах, мы ездили в Милан, там она в театре играет в спектакле президентша, вот. Ну, я не смог с ней встретиться и передать привет от Андрея, вот. А Андрей, значит, вот он познакомился с этой всей элитой, он там переставал, там, Мишель Плотини, там, футболиста, значит, там. Это все на этой яхте. Мать певцов Альбана Рамина Пауэр, там, значит, это самое, потом. Ну, они должны, наверное, все хорошо были заплатить, да. Ну, они платили нормально, но он человек такой, он, говорит, я человек мира, и поэтому, когда он, значит, что-то зарабатывает, там, значит, весь остров гуляет, потому что на острове живет очень много украинцев, поляков, значит, которые там, значит, кто лошадьи обслуживает, кто там в ресторане, там, в туалете работает, там, грубо говоря, там. Но зато у нас никаких проблем не было, там, допустим, если нужен какую-то дискотеку, где билет стоит 100 евро, допустим, мы бесплатно, там, Миша проходит, там, который в туалете работает, говорит, ребята, там, я вас проведу, там, заговорит с охранниками, проходим, там, он на бутылку минеральной воды наливает, там, водки, значит, мы сидим и гуляем вместе со всеми этими звездами, которые, значит, ночью, там, у них, там, такая веселуха, что они, там, даже, иногда уже, там, если, там, за 2-3 часа ночи, там, они начинают на столах голой танцевать, то есть, там, такие веселые. Ну, вот, кстати, как гость развлекается, проводит свободное время, ну, я уже понял, как, да, в путешествии. Какой ему нравится наиболее вид спорта и в каких странах побывал? Ну, в свободное время я сейчас развлекаюсь, чтобы здоровье поддержать, на велосипеде катаюсь, и мне, кстати, нужна подруга из Крестово-Родийского района, чтобы она вместе на велосипеде каталась, потому что я еще не женат, и мне как бы надо уже тут это... А, слушай, ну, у меня вот так, 5 гостей назад была девушка, которая по Малайзии объехала на велосипеде, по-моему, по Таиланду она еще, сейчас уже не помню, москвичка, вот, там целая тусовка хороших девочек. Ну, это интересно, да, тема, я бы с удовольствием, я в свое время хотел сам проехать на велосипеде по Китаю, но что-то как-то у меня на это не хватило времени. Ну, я тебе дам координаты. С удовольствием. Ну, а в каких странах ты побывал? И вид спорта сейчас, ну, я понимаю, горные лыжи, велоспорт, да, что еще? Велоспорт, дайвинг. А, дайвинг еще. Да, то есть дайвингом тоже связана тема такая, что у меня друзья... Ты сначала скажи, в каких странах ты? А, в странах, значит, ну, всю Европу практически, я проехал в Германии, Чехии, Голландии, в Англии было, в Шотландии, в Уэльсе, я еще занимаюсь спортивным ориентированием и каждый год на международные соревнования по ориентированию выезжаю, потому что ориентирование... Да, когда вот бегают с картой, с компасом, да, потому что, как бы, это такое очень, там можно до старости бегать, то есть разные группы есть, вот, интересно довольно-таки, можно странно посмотреть под эту тему, то есть формируется команда... А там какие-то есть градации, так сказать, там, как в спорте, мастер спорта там или... Да, там есть, есть... То есть это все так... Да, чемпионаты мира проводятся, но там по ориентированию очень много разных направлений, есть ориентирование на лыжах, есть ориентирование на велосипеде... То есть это перспективно, в общем? Это перспективно, там, если ты бежишь по элите, допустим, то ты можешь выиграть там на некоторых чемпионатах мира, там, и машину, там, и там, другие ценные вещи, а если там ты бежишь по любителям, допустим, я вот выиграл, я третье место на чемпионате Уэльса занял, я рюкзак там получал, ну, тоже как бы приятно, в общем... Ну, а вас туда доставляют, это все оплачивают, или это за свой счет туда? В общем-то, за свой счет, потому что соревнования коммерческие, то есть ты взносы вкладываешь туда, ну, как правило, это очень дешево, потому что все равно через спорткомитет это проводится, и ты едешь на автобусе, чтобы эта дорога была недорогая, и... Ну, например, я в Уэльсе, мы три недели жили, значит, но мы там живем в палатках, то есть там выделяется место, и все страны, которые приезжают, они все размещаются на этой поляне, значит, свои лагеря размещают. Вот, мне обошлось всего 653 недели проживания в Уэльсе, в Англии, это вообще нереально, потому что там... То есть, если ты даже ничего не занимаешься, в принципе, таким образом можешь еще и путешествовать. Да, и очень дешево, да, и причем коллектив... Тоже берите на заметку. Да, коллектив очень хороший. А как попадаешь туда, то есть ты же должен, наверное, уже какие-то регалии к этому иметь времени, или ты просто приходишь в спорткомитет и говоришь, я вот хочу поехать, там, плачу в нос, так, да? Я попал через друзей своих, у меня вот друзья занимаются, есть команда, которая все время от Москвы ездит каждый год, вот, организовывает ее Сергей Локтионов, вот, и там разного уровня спортсмены, даже есть те, кто не бегают, там часть человека как зрители едут, вот. Ну, я попал туда, он говорит, бегать умеешь, я говорю, умею. А вот, кстати, зрители, они как, они тоже маленькие этот взнос оплачивают, да, или... Зрители, они, в принципе, те же деньги платят, в общем-то. То есть, ну, просто не всех берут, потому что, как бы, в основном зрители едут, там, или родители детей, там, вот, в таком плане. А там, как бы, и дети участвуют? Да, там и дети. Какой возрастной вообще цен? Ну, значит... С каких и до каких? Да, вот в 7 лет можно. А, вот так, да. Красота. А каким-то питанием обеспечивают? Питание свое, как правило. Да, то есть, мы вот выезжаем, мы загружаем автобус, мы заезжаем в Ашан, там каждый, значит, закрупает какие-то продукты, или там на месте мы уже ездим в супермаркет, и у нас, значит, место для мангала отведено в лагере, в палаточном. То есть, мы можем на этом мангале что-то там делать. Ну, как-то все это организовано так вот. Либо же, значит, если человек не хочет жить в палатке, руководитель ему предоставляет жилье там уже рядом в какой-то деревушке, какой-то, значит, либо пансион там что-то такое. Ну, это надо доплачивать уже там еще там. Обычно, ну, тоже не очень дорого. Допустим, в Англии мы там что-то 20 евро платили и жили в пансионе там. То есть, нормально. Слушай, ну, я так понимаю, что ты специалист, так сказать, по жилью на маленькие средства. Я тоже в свое время писал такие путеводители из серии «Как выжить и отдохнуть». То есть, я так понимаю, что ты тоже любитель именно таких путешествий. Ну, да. За малые деньги как можно больше всего охватить. Да, и потом это интереснее, потому что за большие деньги ты не видишь всех подробностей жизни местной. Потому что если ты платишь, допустим, 200-300 евро на том же острове Капри, да, ты в этой гостинице живешь, ты не будешь общаться с людьми, которые живут рядом с тобой. Это миллионеры, которые у них свой круг людей. А здесь люди все простые. Они не имеют больших средств, но они имеют гитару там и костер общий, да, там, около, в палаточном городке. И на этот же костер приходят там англичане там и немцы и так далее. У тебя завязывается круг знакомств, и ты можешь уже там... Это такой бэкпекерский вид отдыха, который при этом организован. Да. Ну, я обычно задаю ближе к концу передачи вопросы про модели счастливых путешествий. Ну, по-моему, ты уже две мне рассказал, как сделать путешествие удачным и счастливым. Вот, еще какую-то вот технологию путешествий, приятных во всех отношениях. Скажешь про это? Много разных, как бы, технологий. Можно путешествовать и на велосипеде, как вот вы уже сказали, там, и другие варианты. У меня вот этот друг Андрей Румянцев, который, значит, сейчас был в последнее время депортирован с Капри. Ой, в смысле, не с Капри, а с Канар. Он в последнее время на Канарах жил. А, то есть, все-таки его достали. Достали, да. Но там через миллионерш, он собрался жениться на миллионерша, значит, на испанской, на одной. И, вернее, не собрался, она собралась. Это не сказки на его. Примыкли все, да. Она собралась его женить на себе, да. Ну, конечно, с учетом того, что он уже, она его обучила, у нее свои салоны тату, вот, и она на него, конечно, денег потратила много. Он там классным татуировщиком стал очень параллельно. Вот, и он не согласился на неволе, уехал, значит, на Канары, потому что Канары, это часть территории Испании. Бежал, бежал. Да. И он говорит, что типа по наводке ее, в общем-то, меня оттуда, короче, под руки. Под руки, да. В наручниках. Среди миллионеров. Да, в Мадрид, а оттуда, говорит, в Москву. Поэтому. Он не жалеет, что не женился? Он, нет, он свободный. Я так понимаю, что он, наверное, навряд ли будет под пятой женщиной когда-либо. Вот. Хотя мечтает, мечтает. Он говорит, что еще не поздно, ему 50 лет вот стукнуло. Но он говорит, я хочу еще ребенка родить, там, и так далее. Ну, ему все бы в руки плыло, а что же он? Ну, да. Так вот, я хотел сказать, что у него тема какая была? Он все время разрабатывает, как, значит, всякие проекты, там. То изобретает он антигравитатор какой-то, он как... Он сейчас в Москве, да? Нет, сейчас он живет в Лазаревском, работает на юге. Он не может далеко от моря жить. Ну, если когда он будет в Москве, пригласи его. Обязательно. На передачу. Я думаю, он расскажет. Да. Так вот, у него тема, он говорит, у него же тоже, как бы, идея, чтобы как можно меньше средств затрачивать. Он говорит, надо, я уже, говорит, придумал, надо, говорит, матрасы надувные, говорит, купить много матрасов, значит. И, говорит, в гавани где-нибудь, в порту, где, значит, делаешь, значит, плавучий такой... Ну, разработал какой-то из матрасов, значит, такой понтон, на котором можно жить. Плавучий город такой. Не надо платить за землю, за аренду, за воду не надо платить. Великолепные деньги. Берите на заднюю. Сегодня у нас одни ценные советы на передаче. Класс. А он сам-то вообще хоть раз так жил? Он по-всякому жил. Он такой интересный человек. Вот я тут как-то к нему приехал. Он зимой, у него был трудный момент. У него с жильем там не получается, потому что у него есть квартира в Москве. Он был женат на одной телевизионной, значит, ведущей. И, значит, параллельно еще осталась у него квартира, значит, какая-то там, значит, коммунальная. Он не мог, не может никак ее сделать, потому что он 10 лет жил, значит, за границей. То есть он ее просто... Потерял. Потерял, да. И у него, он жил сейчас у друзей, то на даче там рисовал, значит, то еще у кого-то. И он говорит, а денег не всегда есть. Потому что если ты живешь где-то там, вот он на даче жил в Щербинке, то там как бы возможность ездить в Москву часто, портрет рисовать, нет. Он говорит, а что? Так же человек может просто лежать, если нет двигаться. Ты же не расходуешь энергию. Поэтому так можно лежать дней 7, а потом что-нибудь поесть. В таком духе, что типа можно экономно прожить вообще малыми средствами. Раз в неделю. Но при этом ничего не делать. Но при этом ничего не делать. Это как бы не совсем правильно, наверное, время провожения. Нет, но это как бы переждать, как медведи, Симу, а потом уже, так сказать, да, выйти на... Поближе к теплу, то есть, тоже ценный совет. Ну да. То где-нибудь там в рекьявике окажешься, и можно вот раз в неделю... Ну как вот тут я приехал с грибов, вот как раз сегодня с грибами ездил в деревню, и мы ходили с приятелем, и он говорит, ты не бегай, ты говорит, смотри, природу любуйся. Говорю, Саш, ну грибы вот только появились, говорю, их уже больше не будет. В этом году их не было грибов, вот у нас шанс один день там найти грибы, потому что потом дальше работа. Я говорю, я знаю места, где они точно есть, вот время у нас в обрез. Говорю, либо мы будем с тобой, значит, да, ты, говорит, можешь вот эти два километра пройти, тут грибов не будет, или километра, да, я знаю точно, значит. Ну тогда просто я буду с тобой гулять, тогда мы должны осознавать, что мы просто гуляем с тобой. Либо мы с тобой быстро идем, находим на это место и собираем там корзинку грибов сразу. То есть как бы, это про то, что зимой можно не тратить силы на работу, да, а вот работать можно летом, когда идет у него, как он говорит, пошло Косилово там, на юге он там может заработать в день там 300 долларов, да, там на портретах. Зачем ему напрягаться зимой там? И, кстати, у меня и другие художники, Боря Дубрович, вот скульптор известный, который часть Мамаева Кургана проектировал, но он уже в возрасте, он тоже, он зимой не работает, он работает только летом в парке культуры художников. Нет, ну, у меня есть друзья, которые просто на зимний сезон уезжают, сдают свою квартиру и уезжают на эти деньги в Таиланд. Они по горам любят лазить, и они там снимают какую-то хижину, и каждый день там лазают по этим горам и проводят совершенно классное время на те деньги, которые дает вот сдача квартиры. Потом вот, да, действительно приезжают, а летом уже работают. Ну да, вот, то есть, наверное, каждый как-то по-своему приспосабливается. Я-то, например, не могу без работы, то есть мне либо работа, либо какой-то должен быть интерес постоянный, иначе я начинаю скучать. Так, ну, время передачи подходит к концу, тебе большое спасибо. Значит, обычно у меня гость рассказывает какую-то интересную, смешную байку, но ты, по идее, очень много рассказал интересного. Если есть что-то рассказать такое смешное, поучительное, или хотя бы вот, как люди в пещерах живут на Капре. Ну, сейчас сразу все не вспомнишь. Интересного много было и в дайвинге, допустим, у меня вот Саша Петров... Да, о дайвинге мы не понимаем. Да, он сейчас в журнале «Нептун» работает, а до этого, значит, он был директором дайв-центра в Анапе, в Лазаревском, там у них точки. Я к нему туда приезжал несколько лет подряд, и мы погружались там на баржу, которая, значит, в Суко затонула во время войны на глубине там 16 метров. Вот, и мы там, я помню, Саша день рождения отмечали вот в этом заливе, вот, и я сходил туда, нырнул, значит, на эту баржу достали мы мидии много, там, Нарчарапанов, Саня хорошо очень готовит, приготовил еду прямо на берегу там, вот мы вина местного привезли, значит. Потом достали оттуда несколько, значит, снарядов, потрошили их, чтобы салют пусти, значит, ну, вот. Класс. Да. А ребята написали им... Они боялись так потрошить снаряды? Нет, а такие, как бы, эти, артиллерийские, видимо, там просто головку вынимаешь, и это самое. Ну, конечно, не советую этим заниматься, потому что это вообще, конечно, нельзя этим заниматься. Вот, но это было давно, вот. А ребята, значит, выложили ему камнями на горе, значит, Александр Петров, поздравляем с днем рождения, огромными буквами, значит, вот. То есть, и вот так, и мы сидим, значит, едим морепродукты, которые сами добыли, значит, стреляем, значит, это салют пускаем из этого, значит, тут это вот все такое, и приводят два инструктора, значит, туристов, там, мужчина и женщина, индивидуальное погружение были. Мы им наливаем вина, значит, кухня из морепродуктов, там все рассказываем, что это вот только что поймано, все вот здесь вот в море. Они, да, вот это вот у вас сервис, это у вас еда так, значит, это все включено там. Мы говорим, да нет, сегодня просто день рождения, Саша, поэтому так вот мы весело отдыхаем. Все это на море, это вот прямо вот здесь вот в устье ручья там какого-то, который впадает в море. Да, еще был интересный случай, ну, это уже как бы там, как один генерал сломал удочку, которую ему подарил министр обороны Франции. Мы с ним поехали, он узнал, что я, значит, это как раз суко было дело, а там военный санаторий, там один генерал, значит, отдыхал очень высокий, но он уже там на пенсии был. И он, значит, Саше говорит, ну, где этот писатель, который, значит, про рыбалку пишет, когда он приедет, значит, мы с ним пойдем в море. Да, мы с ним пошли, значит, в море, там, значит, у него капитан личный, значит, с катера. Мы там выпили сначала одну, там вот ту, потом вторую, там съездили к дельфинарию, там, я магазин знал, там, у трешки дельфинарий. Ты купили дельфина? Нет, я там купил тоже водочки в ответку поставил, значит, и в итоге, когда начался шторм, мы высаживались на берег, а катер невозможно было держать, потому что волна такая была, был откат сильный, и там пять солдат не могли удержать. Вот, и, значит, мы генерала под руки взяли, значит, он прыгнул и упал на свою удочку, и которая пополам. Он говорит, Леша, я, говорит, 20 лет с этой удочкой ездил, мне министр обороны Франции подарил, а с тобой поехал, сразу сломал. Вот, это была судьба. Ну, да. Ну, что ж, поучительная история. И у генерала бывают неприятностями. Хорошо, спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. И еще раз говорю, что с нами был Алексей Горяйнов. По-моему, беседа получилась очень познавательная и интересная. Спасибо. До следующего воскресенья. До свидания. Наконец-то встретила Надобна во мне У кого-то смертная Надоба во мне Что для ока радуга Плоху чернозем Человеку надоба Человека в нем Мне